Как объяснить тому Которая нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьемся победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Разрешите Я восхищен вашей видочкой Можно Если там помогает вопрос Пес Это вас командир? Он хороший летчик Я встречал его в воздухе У нас все такие Если он еще раз Там вас встретит Вас убьет Майор На все время после Майор Майор Прошу 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 И простите Это Единственное, что я могу для вас сделать Сейчас. Да, всего лишь позже. Ну как, нам профессионалы. Я уважаю профессионалов. Даже если они враги. Понимаю. Но я тоже профессионал. А сейчас наши гости из гестапо выполняют свои обязанности. Вы посмотрите? Мне это не интересно. Сдать инструмент! Назад! 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 Можем начать. Привезти ее. Есть. Выходи! А ну, пошла! Выходи! Выходи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что встала? Пошла! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Смерь бывает красной. КОНЕЦ 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 Милый! А-а-а-а! Такую девку загубили! Что мы этим отделаетесь? Мать вашу! Это только начинается! Алло, парзон! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я ж говорил, он! Шугаев! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Герой Советского Союза! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я-то думаю, что за рожа такая знакомая? У меня память на лица, дай божок! А нам сейчас, главное, до своих добраться! Не логу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вперед, вперед, вперед! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кеньяк. Кеньяк. Господи. Ну, что? Почему не говорят? Возвращаются, проверили обе деревни. И что? Говорят, в польской деревне, как деревня, не должно быть там никаких зенитных точек. Ну, по крайней мере, с воздуха так мирно все выглядит. Да надо было дать им пару раз из пушек. А если там женщины, дети? Задание закончено, парни. Возвращаемся на базу. Командир, я вижу цель. На девяти часах? Выше. Вижу. Похоже, немец. Командир, это редкая удача. Один похожий разведчик. Это будет хорошим подарком нашим русским друзьям. Хорошо. Доплива еще много. Тебе конец можешь. Твою мать! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СМЕХ Отлетался Ленька Шугаев. И парашюта нет. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что за черт? С чего сделан этот самолет? Он загорится когда-нибудь? О чем они там говорят, командир? Не могут сбить. Фриц упертый достался, а? Крутится один против троих. Никогда немцы в бой один против трех не ввязывались. Да это-то и странно. А что на немецкой волне? Ничего, молчат. И на помощь не зовет. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СМЕХ Молодцы, парни. Молодцы. Жаль, только не побоюем вместе. Все выше, и выше, и выше. Ох! Алло, бордо! Быстрее, быстрее. К зенитке. С 45-й. Номерки. Ура! Ура! Тимченко! Грэс, за мной! Да. Тимченко, остаешься за старшего. Ты тоже со мной. Как-как-как-как? Ничего себе! Прикнулись все! Сбили, командир! Вам подарок! Немец сбит! Ну что, сбили? Да, все. Молодцы. Мои поздравления, Раяк-2. Возвращайтесь на базу. Но будьте внимательны. Немцы могут появиться в любую минуту. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опять живой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кандыков! Ну, слава Богу! Я уж думал, не дотянул до своих. Э! Да он по-нашему лопочет! Так я свой, братцы. В особом отделе разберутся, свой или чужой. Руки! Я капитан Леонид Шугаев. Я сбежал из плена. А я Валерий Чкалов. Прилетел с Северного полюса. Руки! Я знаю сына Чкалова. Руки! Ты не слышал, что командир сказал? Руки вверх и пошел! Больно разговорчивый. Давай, давай, пошел! Вперед! Давай! Вперед! Давай! Вперед! Давай! Вперед! Вперед! Руки держать! Здравствуйте! Давайте по-русски, а! Excusez-moi, mademoiselle. Это... мы их перехватили тут. А упал, он ввод тут. Значит, на наш территории. Oui. Что он сказал? Он говорит, что это странно, потому что он мог упасть на свои территории. Да, что-то с этим мессером не так. Действительно, очень странный немец. Даже не отстреливался, главное. Мы свободны, командир. Да, месье. Отдыхайте, господа. Спасибо. Спасибо. Саша, ты иди отдохни. Капитан Циревский, останьтесь. Что у вас на скадриле происходит? Уже доложили. Да. Нехорошо. Вчера Дементьева целые сутки ревела. Сегодня Березкина. А с ней-то что? Письмо из деревни получила. Спрятала. Ничего не рассказывает. Что в письме нельзя? Ах, конечно, командир. Знаете, на войне я стал бояться новостей. А раньше так их любил. Они были хорошие. Девчонка и бегала к магазину. Там рупор висел. Все собирались, слушали. Помню, как Причкалова передавали. Как он через Северный полюс в Америку прилетел. Три дня за штурвал. Я тогда о полетах даже мечтать не могла. Да, я про Чикалов тоже слышал. Далеко от Москвы. Когда еще в лагере сидел. Александра, вы поговорите с Березкиной. Ну, может ей легче станет. Так уж прям в душу не лезьте. Пусть сама все расскажет. Скоро вылет. С камнем на сердце летать тяжело. По себе знаю. Хорошо. Я пойду? Поехали. Поехали. Да знаю, знаю. Потери будут страшные. Но всех не убережешь. Это ж война. У вас будет прикрытие. Небо закроют истребители. Подниму все, что у меня есть. Ты только, Юрий Павлович, прорвись ты через эти зенитки к ДОТО. Вся надежда только на твоих ребят. Сделаем, товарищ командующий. Товарищ командующий, к Пестужой есть информация. Немцы стягивают силы к фронту. Времени в обрез. Все подтверждается. Разрешите идти, товарищ командующий? Иди, полковник. Садись. Даже не знаю, как и сказать. Да говори, я уж ничему не удивляюсь. Сегодня сбили немецкий самолет. Летчика взяли. Говорит на русском. Назвал Шугаевым. Даже не знаю, что и думать. Шугаев предатель. Бред какой-то. Не верю. Закрыть дверь! Полковник Максимов поехал на место разбираться. Только Максимова здесь не хватало. Маша, что с тобой? Отстань от меня. Как ты полетишь в таком состоянии? Маша, если что, останься лучше на земле. Взамен мы тебя найдем. Слышишь, Маша? Если в бой, я готова. А в душу нечего лезть. Маш, ну послушай. Саша, не сейчас. Извини, извини. Маша. Так, девицы. Это совсем никуда не годится. В себя приходить надо, а не киснуть, как мы все здесь киснем. Мы что, не женщины, а? Забыли? Саша, ну ты что? Что? А что я? А? Мне ваш боевой дух нужен, а не сопли по щекам размазанные. Так, давайте будем отживать. Ненормально. Я как больше не могу. Все, давайте. Саша, она права. Вчера Милора по портил, а сегодня Маша. Да она и вчера ныла, прямо с утра. А Милка, если летчик не возвращается, ты сама знаешь. У него много шансов. Он французы. Все, что от друга осталось, между собой делит. Я уж не знаю, хорошо это или нет, но они десять дней ждут. Так же, давайте не будем хоронить Милку раньше времени, ладно? Ну, Жень, ты так и будешь сидеть с таким лицом, а? Саша. Вот. Что это? Т.Ж. Лучшая советская парфюмерия. Ух ты. А я такое никогда не видела. Мне о таком только девчонки рассказывали. Т.Ж. Настоящая губная помада. И карандаш. Жирный. Жирный? А это зачем? Чтобы брови, как у королевны. Девчонки, делай как в небе, делай как я. Нет, ты что? Я не буду. Я боюсь чего-то. А ты? А я, Саша, не боюсь. А я, Саша, не могу идти. Давай. Нет сил. Отставьте меня. Обузы я вам. Живой скелет. Отставить? Если живой, значит не скелет еще. Откормим и снова будешь на своей самоходке Фрисову бомбить. Подъем. Слушай, командир, не могу я больше. Сердце из Горзивой Праги. Не молд я, чтоб такие маленькие проски делать на шестом десятке. Ладно, отец, привал. Отдохнуть через зал, смело дальше двинемся. Немного осталось. Слышите, артиллерия работает. Фронт километрах трех отсюда. Я знаю один проход, сто раз по нему ходил. И вот что, мужики, если со мной что случится, всякое бывает. Нашим нужно передать важную разведу информацию. Ее очень жду в штабе. Слушайте и запоминайте. Сотни жизней спасете. Сотни жизней спасете. Ну как? Так? Саша, как тебе идет? Саша… Вставай. Все мужики упадут. Саша! А это тебе. Спасибо. Спасибо. Красный цвет. Спасибо. В общем, хитрость. Аэродром засада. Понимаешь, вот тут мы, а вот тут они. Мы, перелетая через линию фронта, ожидаем встретить противника впереди нас. Они пропускают нас вперед. Взлетают через считанные минуты, оказываются у нас в хвосте. Атакуют, сбивают и были таковы. Если это действительно так, толковые фрецы придумали. Да, я думаю, таких аэродромов в них несколько. Поэтому мне нужно в полк. Мы этот аэродром в считанные минуты с землей сравняем. И другие найдем. Ладно. Ты… Вот что. Давай-ка перекуси пока. А начальству я уже доложусь. Товарищ майор, я не могу. Отправьте меня в полк. Товарищ майор, я его понимаю. Он прав. Никуда твой полк не денется. Старший лейтенант Сучков. И я. Значит, накормить нашего дорогого гостя и найди во что ее переодеть. Ну, не Гожий. Герою Советского Союза. Вот в таком виде к себе в полк ехать. Есть накормить переодеть, товарищ майор. Дома. Есть. Здравствуйте, товарищи. Начальник особого отдела третьей воздушной армии. Подполковник Максимов. Старший кто? Командир батальона гвардии майор Чапарков. Здравия желатович под покоем. Значит, этот человек говорит, что он герой Советского Союза Леонид Шугаев. Так точно. Старший желаю, товарищ подполковник. А то вы меня не узнаете. Да он, это он, товарищ подполковник. Я же тоже его сначала не сразу узнал. Сучков. Товарищ подполковник. Старший лейтенант Сучков и его бойцы задержали. Отставить. Обнаружили, достали наше расположение. Товарищ майор, а почему припинаетесь? Не понял. Все правильно. Именно задержали. И пока личность не установлена, гражданин, выдающий себя за Леонида Шугаева, может быть задержан, как говорится, до выяснения. Так вы сообщите в 133-й истребительный полк. Приедет командир подполковник Бестужев. Он подтвердит. Это вам. Там немцы на посошок налили? Или, может быть, для храпости? Хорош герой. Сыт, пьяный, нос в табаке. При нем были документы, удостоверяющие личность? Никак нет, товарищ подполковник, но… Да он же… Да это же подвиг! Да угнать у фашистов самолет… А кто вам сказал, что это именно он угнал самолет? Или ему предоставили самолет для какой-то цели? Ну ты и ковнюк, подполковник. Стоять! Отставить! Все видели, свидетели! Отпусти его! Ну ты и гнида, товарищ подполковник! Сидеть! Садитесь, товарищи. Ну что, видели? Правда, она как тушила в мешке. Не утаишь, колет. Товарищ подполковник. Товарищ, ну который задержанный. Показал на карте расположение Вральского аэродрома. Указал точное количество немецких истребителей. Я не думаю, что… А то, что это может быть дезинформация. Вы тоже не думали? Во всем всегда надо проверять. Везде разбираться. Мы на войне, товарищи. И противник у нас серьезный. Хитрый, изворотливый. А вы уши развесили. Стыдно, товарищи офицеры. Сволочь, ты же меня помнишь. Нет, не помню. Ну, может быть и вспомню. Но только после предъявления личных документов. Работа у меня такая. Значит так, товарищи, я арестовываю гражданина. Но перед тем, как я его заброшу обратно в штаб, не нужно его здесь допросить. Прошу освободить помещение. Теперь он уже не ваша, а моя забота. Вам не ясен приказ? Ясен, товарищ подполковник. Так выполнять. Есть. Значит, офицеры, на выход шага марш. Вы тоже свободны? Вот тебе и на. Не нравится она, как подполковник. Чуть на сердце. Да брось это не закончится. Знаю о тех вояках в синих фуражках. Может и правду проверить надо. Мало ли чего. Фридж сейчас на многое способен. А вдруг его, правда, за дверь повалит? Ты понимаешь, это дурак его, если что. И шлюпнуть может. Взря ли от него не вот так? В холк бы ему сообщить. Как он там говорил? Сто тридцать третий истребительный, кажется. А как? Чистоту надо знать. Позывной. Да, проблема. Да! Да! Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер. Мы решили приобщиться к советско-французской дружбе. Надеюсь, никто не против? Простите, товарищ командир. А для тех, кто не узнал, я Саша, а она Женя. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Присаживайтесь. Немного коньяка. Да, спасибо. Ну, что там? Да, чего там? Чего там? Французы там. Слушай, так по-нашему лопочат, будто понимают все. Может, это язык любви? Слушай, Замбалит, я тебя, конечно, люблю, ты знаешь. Я даже над тобой не издеваюсь, когда ты матчащи учишь. Если ты еще раз ляпаешь про язык любви, я тебя по уху съезжу. Боже, ты уж не обижайся. Съезди, я и не обижусь. Слушай, Замбалит, а чё если французову, ну, по лужам, по уху съездить? Это сразу по трибуналу или как? Ну, это от обстоятельств зависит. Если заделать, то, может, и не сразу. Дай закурить. Замбалит, а я тебя зашел. Да? А? Зараза. Немного коньяка. Предлагаю, тост задам. За вас. Чин-чин. Тинтин. Замбалит, ничего нет! Я бы死 Все хорошо. Я наелся. Ну, чего застыл? Пиши. Что писать? А что пишешь в таких ситуациях? Приговор. Да. Сами себе и пишут. Только чем больше наврешь, тем хуже. Ты что подполковник? Не понимаешь, с кем ты говоришь? Я герой Советского Союза. Бывает и таких расстреливали. Ты же меня знаешь. Ты меня хорошо знаешь. И кто мой лучший друг знаешь, Вася Сталин? Знаешь, что тебя будет, если отсюда выберут? Если! Тут главное слово «если». А вот за то, что ты пытаешься меня запугать именем Василия Иосифовича Сталина, будет с тобой отдельный разговор. Но тоже в случае «если». Теперь ты понял, что надо делать. Не понял. Хорошо. Давай на чистоту. Или ты даешь такие показания, что я сочту их интересными для дальнейшего расследования. Отправишься обратно в штаб. А вот если ты и дальше будешь дурачком прикидываться, мне придется тебя расстрелять, как вражеского диверсанта. В навозе, в лесу, где угодно. Как без вести пропавшего. Теперь ты понял. Стоп, стоп. Мы положим, ты этого не сделаешь. За мою голову тебя штрафбас, ведь это в лучшем случае. А чтоб ты от меня отстал, скажи, что я должен сочинить про тебя. Не сочинить! А написать правду! Главный вопрос. Как ты оказался живым и здоровым по ту линию фронта? Меня сбили! Свидетели есть! Я не знаю! Следовательно, можно предположить, что перелетел сам. Да я тебя… Понять! Посадить! Ну, 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 ну… Не надо так. Надо договариваться. Как договариваться? Вот. Молодец. Возможно, у вас были сообщники. И перелет на ту сторону был спланирован. Кем? Вами. Ну, или, допустим, кто вас в нарушении всего отправлял сопровождать бомбардировщика? Ты это знаешь? Работа такая. Отправлял подполковник Бестужев. Ага. Видите? Простое сличение обстоятельств приводит нас к очень интересным результатам. А вот что было там, по ту сторону, у немцев, нам пока не известно. И с этим мы с вами будем работать. Я ни в чем не виноват. Посмотрим. Проверим, отпустим. И ничего писать не буду. Ну, не сейчас. Так, после. Был какой-то ман, мы ничего не видели. Как называются эти цветы? Ромашки. Ромашки? Уже похолодало, вы не замерзли? Прошу вас. Ну и ты, ты. Я люблю это. Это вообще франция. Как это Earnest? Но ты говоришь во время... Субтитры создавал DimaTorzok Нам надо поговорить Нет Не сейчас Я зайду к тебе позже Я зайду к тебе позже Еще раз заглохнешь, прямым ходом поедешь на фронт Иди бкури Хоть бы тент поставили, что ли? А может, действительно, отдать тебя им, а? Вот тебе и самосуд, гнев народа Боишься? Знаешь, подполковник, вот мы сейчас приедем, это тебе дом показали Молодец, начал соображать Точно, начал, напишу все как есть Чистую правду, а там будет, что будет Значит, все-таки не начал соображать Ничего, поможем Поехали! Давай! Ну что там, Кузьмичок? Наши разъемы не подходят к немецким? Рация вроде работает Если б казачок засланный был, то в шлеме вылетал А так шлема нет Ничего, пять секунд сделаем сейчас Давай, давай, время, Кузьмичок Слушайте, хорошо его наши изрешетили Замучился дырочки считать Повезло ему! Порой везение хуже не везение А ты чего я тут курить то вздумал? Сейчас залетим на воздух вместе с этим самолетом Тихо, тихо! Тихо! Развели тоже Не знаю, добьет ли Добьет, антеннер снил На этой волне говорить? Давай, Кулибин, говори на какой угодно Ага Наши французские товарищи Облетели сегодня район, где в прошлый раз сбили пешки Вероятнее всего тогда шел огонь Из мобильных точек ПВО Ну, никаких признаков зениток Товарищ командир, фашистское радио по-русски говорит Сулейман, чего ты милишь? Переключи канал Эй, Андерсон! Мамой клянусь Дай, дай Внимание! Все, кто слышит! Прием! Внимание 133-го истребительного полка Внимание 133-го истребительного полка Ну, помехи я не слышу Пустое это все, товарищ шейтенант, ей-богу Говори, Кузьмичев, говори Уверен, они немцев постоянно прослушивают И нас должны услышать А нам нужно хотя бы попробовать Так, ты держи антенну-то повыше Прием! Да бестолковая затея Молодой старается, все равно ничего не получится Попал парень в смерть, все считает труба Ну, хватит, развели тут 133-й Шугаев Леонид Шугаев Повторяю, Леонид Шугаев жив И отправлен в штаб 3-й воздушной армии Чертовщина какая, товарищ командир Ну, такого просто быть не может Если подтвердится, шайтан мой родной А может это мысер? Ну, то, что мы вчера сбили Правильно мыслишь Я в штаб срочно Гомандир провожу Не надо, оставайся здесь, если что Это оружие здесь написал Так, точно, товарищ командующий? Там что-то артачился Не знаю, может, версию сочинял Да нет, выглядит все правдоподобно Только уж больно чересчур Даже не знаю, что делать Да работать с ним Разберемся Все будет по закону Значит так Я хочу поговорить с ним лично Зачем, товарищ командующий Вы командир с беглым летчиком Ну, это, это будет Так Что? Это будет? Ваше право Вот именно Прикажите его немедленно привести ко мне Позвольте, я поприсутствую Ну Да разумеется Разрешите выполнять? Выполняйте Черт Вместо того, чтобы сразу попытаться выйти к своим Ты закопал форму Портбилет Это, конечно, правильно Но почему-то не дернул к линии фронта Самолет почему не сжег И этих почему Великое множество Может, стоит с командиром полка подполковником Бестужевым поговорить В полку где царят Распущенность и анархия Бестужев здесь при чем? Отрезали меня Немцы собаками Думал, что поймают Действовал по ситуации Зарыл форму, документы Потом вообще Полис окружил в одном из подним Кружила Прошу прощения, товарищ командующий, подполковник Бестужев Зови Прошу Товарищ командующий Ленька Спокойно Вот видите, как обращается командир полка к своему подчиненному Теперь уже правда к бывшему Ленька Товарищ командующий, я ничего понять не могу Капитан Шугаев живо вернулся с той стороны Сначала надо разобраться, как он туда попал Да подожди ты, подполковник Товарищ командующий, мы понять ничего не могли Немец уворачивается, не отстреливается и на нашу сторону тянет Так от тебя ребята из Нормандии сбили Ты немецкий самолет угнал У подполковника Максимова сомнения на этот счет Какие могут быть сомнения, я лично поручусь за Шугаев Пожалуйста, ручайтесь, в письменном виде Приобщим Не сейчас, Степаныч А ну-ка, давай их сюда Товарищ командующий, по вашему приказанию прибыли Узнаете? Он? Он Он Шугаев Он это, долетел знать Шугаев же ряды Да как же его не узнать? Да если б не он, мы ему жизни обязаны Что здесь происходит, я ничего не понимаю Кто эти люди? А это у вас называется очная ставка, кажется, товарищ подполковник Он самолет угнал Когда девчонку расстреляли, летчицу Угнал и глазам не поверил, ну попадает шумок, в лес и рванули Какую девчонку расстреляли? Милку Рапопорт Милку? Да Господи Она бежала Прямо по полю Она что, дуру что ли? Выбирай выражение, подполковник Там деваться некуда было Она как будто знала, что все Конец Красиво ушла Так, товарищ подполковник Была девчонка красивая и смелая Царство небесное У тебя еще есть вопросы, подполковник? Капитана Шугаева отмыть, переодеть, вернуть документы и награды Повторяю, вернуть документы и награды Спасибо, хлопцы Все свободны Давай шустрей, шустрей, шустрей Давай, давай, давай Так, ребята, стул, сюда Так, стул возьмите Не-не-не, проверь, 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 проверь Стол, сюда Ага Раз, два, три Работает? Ребят, стул еще подвиньте чуть-чуть Нет, падай Нет, 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 другая сторона Так, так, так Давай, еще вот с нас Кресло Давайте вот там, ряд Работаем, да? Смотри, у нас Вася, реквизит еще нужен, давай Так, так Смотри, у нас получается, певица идет Вот так вот Так, здесь, да, здесь отлично Как вы, девушки? Игорь Павлович Ну, я же вас просила, ну Ничего, ничего, ничего Я уже ничего Я знаю, у вас плохие вести, но Поймите Опять это свое Ничего, Лида, я Игорь Павлович, я смогу сегодня пить Аллочка, побольше драматизма Народу это очень нужно, особенно в наши дни Князь в плену, она его ждет Ну, я просто буду пить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как объяснить тому, кто с нами не был Какая здесь стояла тишина Как с грохотом на нас упало небо В которое нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом поэта Наше небо мы никому его не отдадим КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ, князь Игорь вернулся из половецкого плена. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok ВЫСТРЕЛЫ Саша! Пулемет заклинило! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саша! Прощай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это роща! Это роща! Что там у вас? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Маша! Таран! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Мне сказали, что ты, наверное, погиб. Прости меня. Прости. За что? Я давно, я давно простила. Господи, глупость такая. Я так по тебе соскучилась. Ну, только тут, только сейчас это понимаю. Я смотрю на этих мальчишек, завтра из них кто-нибудь из боя может не вернуться. Такой же дуря вроде меня. Прости меня, пожалуйста. Это я виноват, слышишь? Я виноват. А мне сказали, что ты погиб, что тебя сбили. Тебя что сбили? Да, было дело. Ты поранился, да? Ты что, прямо с неба упал? Нет. Упал самолет. А я просто в нем сидел. Не знала. Но я почувствовала. Как удивительно, что мы здесь встретились. Да, всегда. Да. Вы знаете, а я… Я бы хотела оказаться в той машине. Ну, только без аварии, конечно. Прошлое не вернешь. Прошлое не вернешь? Прошлое не вернешься. А я выживу. Я обязательно выживу. Там, в небе, я еще, может быть, увереннее, чем тут, на земле. Так что ты не бойся. Не бойся, слышишь? Только дождись меня. Обещаешь? Я тебе обещаю. Слух какой-то неправильный. Я тебя буду ждать. Я тебя и так жду. Ты обязательно вернешься. Мой на это проклятое кончится. Ты обязательно вернешься. Победишь. У нас с тобой многое-многое предстоит. Алла. Я люблю тебя. Берегите себя. Если бы ты знал, я тебя люблю. Я хотел вам сказать… Лида, вы меня простите. Я перед вами… Неоплатным долгом. Да что вы. Даст Бог еще и, может, вернете должок. Спасибо. Спасибо. Ну вот, пора. Леня, поехали. Ну, до победы. Да, да. Обязательно до победы. Вы только… Вы только постарайтесь остаться в живых. Выживите. Аллочка, до свидания. Поехали, поехали. Спасибо тебе. И прости меня. Спасибо тебе. И прости меня. Спасибо тебе, командир. Да мне за что, Лёнь. Останови мосту. Выходи. Бройся. Чего ты, Лёнь? Давай-то идем. Хотел тебе спасибо сказать, что тогда в Москве мне в морду заехал. И у меня к тебе еще одна просьба имеется. Чего, с другой стороны поправить? Да нет. А? Ну, чего, чего? Говори, Лёнь. Подожди. Ты только не смейся. Ну, давай, не томи. Говори. Я это… Я покреститься хочу. Сладбаум поднять. Есть. Смирно. Генерал. Господин генерал, ну, как прошла перегонка новой машины, прекрасно. Она действительно производит впечатление? Пойдемте посмотрим. Действительно впечатляет. Я очень горд, что мне выпала честь первому осваивать этот новейший реактивный истребитель. Мы назвали его Швальбе. Ласточкой. Почему Ласточкой? Потому что она быстрая и действительно ни с чем не сравнима. Она и правда не такая, как другие самолеты. Я ее только перегнал. Мне ее нужно еще опробовать в деле. Надеюсь, скоро посмотреть, на что она способна. Очень хорошо, господин майор. Продолжайте работу. Дождался, дружище. Дождался, Кеша. Вы уж думали, помрет, бедняк. Без тебя же ничего не ел. Вот выйдет на поле, и скулит, смотрит в небо. Скучал. Что случилось? Березкина. Что Березкина? Погибла девочка. Тора. Вот тебе и вернулся. Алло-бардо. Ну что, жить буду? Будете. И долго. Здоровье у вас, товарищ капитан, железное. А вместо сердца – пламенный мотор. Пламенный мотор? Я ведь всю ночь уснуть не мог. Чувствую, что в груди будто зверь какой-то трепыхается. Думаю, помру. У вас такое богатое воображение, товарищ капитан. То у вас лягушки в животе прыгают, то зверь трепыхается в груди. Вы уж как-то разберитесь со своим богатым внутренним миром. Может, мое сердце к вам из груди выпрыгивает? Я ведь как только вас увидел, сразу почувствовал, что внутри будто что-то шевелится. Шевелится. Понятно. Командир из штаба вернулся. Шугайк с ним. Нашелся живой. Честное слово. Дорогие мои. Я своими глазами видел, как эти гады, как гестаповцы, будто зверя на охоте расстреляли Милку Раппопорт. Я не знаю, что еще сказать. Замполит, давай ты, у тебя это лучше получается. Товарищ Шугаев, Леонид, Леонид, просто нам расскажи, как это было. Они ее вывели. Там аэродром строят. Поляки и наши пленные. Они ее вывели перед строем. А бежать там некуда. Понимаете, братцы, бежать там некуда было. А она вдруг побежала. Она не хотела просто так стоять и смотреть, как ей пулю в грудь. Убили ее. На бегу. Но она не от них бежала. Я не знаю, она как будто взлететь хотела. Как птица. На свободу. Вот. Убили ее. Убили ее. Светлая вам память, девочки. Готовься! Пли! Упокой, господи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Милая моя дочь Машина, с первой оказии спешу сообщить, что остались мы с тобой одни. Деревню нашу немцы пожгли и людей всех поубивали. И отца твоего, и братика младшего Степку. А все за то, что у соседки Огуреевой, помнишь, у нее дом крайний, у оврага. Ну, да немцы у нее двух раненых наших солдат нашли. Донес кто-то. Меня, считай, случай спас. Корова наша, Зорька, кормилица наша, с ночи в лесу затерялась. Ну, я пошла искать. Назад утром веду ее, слышу стрельба, дым к небу поднимается. Глянула, аж в голос забыла. Вместо деревни, считай, одни печные трубы торчат. Так что живу я теперь Зорькой у твоей тетки Клавдии в студенцах, где святой источник бьет. Писем к нам не ходила, пока вот не пришли красные войска. Уже не знаю, когда ждусь тебя, потому благословляю, тачуля моя. Мать твоя, Матрена Березкина. Со слов записано верно. Писал рядовой у Грузья. Очень важно держать мистер Шмидт от атакуемого самолета сзади и ниже. Почему? Обломки могут попасть в воздухозаборники турбин. И это выведет мотор из строя. Теперь понял. Не удивляйтесь моим вопросом, для меня все тут новое. Я только один раз летал на этой машине. Да ласточка действительно необычная самолета. Я с ней познакомился еще на стадии производства, но даже для меня она загадка до сих пор. Значит, повторим еще раз. Обзор вниз ограничен. В общем, улучшил момент. Прыг в кабину и показал. Эх, надо было по ним с их самолетов-то и дать. Ну, я и дал. Кстати. Огневая мощь у нового худого. Ого-го. Я им там распахал. Все распахал, тем словом. И все было бы хорошо, если бы не вот эти замечательные товарищи французы. Вы, вы, вы. Я думал, все. Я думал, хана, что грамотно сделает. Зашли в хвост и как… Дали мне. Мерси. Мерси, грамотно. Програмотно сделано. Жалко, чтоб ознакомились таким путем. Короче, ребят, у нас все время два часа и жара. У меня идея. А давайте мы бомбометание на речке повторимем, а? Санитация и посадка на воду в крайне подмогу от вывода. А шо, я не против. Есть возражения? Ребята, приступим! Давай, скидай! За Родину! За Сталиня! Родину! А-а-а-а! Пошли! Ну, ты ведь эгерпнул. А пистолеты китровые замерзли. Пусть спойте. Истребители. Я на У-2 все вас зашел. Ну, как они? Как дети. Только что плакали, в воду не хотели идти. Потом полезли, а вон разыгрались. Девочки. Юные совсем еще девочки. Им бы на танцы ходить, кавалерам головы дурить. А они вон тут стреляют, убивают. Я часто думала, что будет потом? Когда мы все вернемся с войны, какие мы будем? Мы сможем опять просто жить? А? А где Женя? В французы. А-а-а. А французы там, дальше плавают. Зато чуть-чуть въем с российским фаркаладом, а? Красиво плавают. Пойду посмотрю. Ах, это не спортиво, в России. Ахахаха. Вене! Ахахаха. Ахахаха. Ахахахаха. Ахахаха. Ахахаха. Молодчика, любить. Божья коровка, улети на небо. Там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе не одной. Ритка, ты что ли? Мужик? Так, Войтик? Нет, ребят, ну я не знаю. Так, Василий? Скива? Я не знаю, ребят, я не угадай-ка. Все, я сдаюсь. Не пусти. Ты прекрасна. Не пусти, лягушатник, сейчас склопочешь, сейчас склопочешь, склопочешь. Что значит ученый? Ученый — это аспирант, который еще не доктор. Доктор? Что? Вать? Ну, это так называется, такая ученая степень, доктор наук. Я не понимаю. Я не знаю. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Что случилось, Игорь? Ну, чего? Кто тебя обидел? Ну-ка рассказывай, в чем дело? А? В чем дело? Ты чего? Опять пчелу покусали? Да. Что за пчелы-то наши? Французские. Французские. Он тебе нравится? А что ж ты тогда расстраиваешься, дуреха? Я боюсь, что он больше кому не подойдет. Ой, дуреха ты, дуреха. Там такие маленькие в бестро, и люди танцуют прямо у входа. Прямо на улице? Да. Там разноцветные фаньярики, и можно танцевать прямо на улице. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. Товарищ командир. В общем, картограф собирался ехать, но… Где новые карты, в конце концов? Так я же говорю, картограф собирался ехать, но мы решили по-другому. Ну, долго так на машине. Что значит долго? Да карты замполит привезет. Он недавно улетел. Как улетел? С кем? Зомболит! Чего ты вцепился в ручку-то? Отпусти ее! Не мешай самолету лететь! Ага! Ну, как? Стоп! Здорово! Теперь забирай ручку вправо! Да! Держи ног по горизонту! Вызывает Швальбе! Где вы? Я Швальбе. Возвращаюсь. Начинаю снижение. Возвращайтесь на базу. Я на подлете. Топливо контролирую. Скоро буду. Возвращайтесь. Продолжение следует... Возвращайтесь. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Допалить! Что это было? Кажется, самолет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проклятие. Это невозможно. Ты не успел выстрелить, Далька. Моя ласточка щелкнула меня по носу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него скорость раза в три выше, чем у наших яших! Таких самолетов не бывает! Приготовьтесь, сейчас садиться будем! Ага! Ну, слава богу! Как их Прагин отпустил, непонятно. Разберемся. Я обещал тебя научить, не дай! Вот и учись! Все советские летчики учились летать на У-2! Путевка в жизнь! Ага! Горизонт! Ага! Понял! Понял! А если что, помоги! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что творят, а? Машину же угробят и сами угробятся! У них и радио нет. Может, ранее? В скорую пожарную. Кудабердыев, в скорую пожарную, срочно! Ты главное на полосу прицелься. Просто руку с ручки газа и с ручки управления не убирай. Я помогу. Понял? Вот это посадка у вас. Товарищ Бадимасов, научите? У меня. Так я не сажал. Как? Вот так. Вы сами, товарищ самополит? Я даже ручку управления не трогал. Вы все сделали сами. Так что можете смело менять свои пехотные погонщики на погоны с голубыми просветами. Сам что ли посадили? Небом клянусь! Сашка! Разойдись. Кафты привезли. Привезли. Ну, во-первых, не привезли. Как? Не привезли, а привез. Товарищи, у меня есть важное официальное заявление. Сегодня важнейшее событие 1944 года. Ровно в 15 часов 44 минуты капитан Вилорик Паттолко совершил свой первый полет и благополучно вернулся на землю, следовательно, стал летчиком! Ура! 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 Товарищи! Ура! Ура! Смирно! Ура! Ох, укачало. Ура! 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 Так точно! Не сам посадил? Ну, да. Вольно. Ну, Саня. Командир! Вы меня точно в динфаркт заведете? Ты-то куда смотрел? А если бы замполит убился? Не убился же. Как говорится, летчик на земле, самолет на стоянке. Значит, полет удался. Саша! Ну, хоть у кого-то мечты сбываются. Да на десять суток бы их посадить на губу за такие мечты. Командир, там у нас одна накладочка вышла. Отойдем? Хороший кофе. Племянница передала, последний. В русских есть такой деревянный ящик, они на нем летают, называют его кукулузник. Я никогда на них не охотился. Не хотел. Это ниже вашего достоинства. Возможно. Хотел пострелять, а наша ласточка такая быстрая, и я не успел. Просто не успел. Проскочил. Я должен привыкнуть к такой скорости. Разрешите обратиться, товарищ подполковник. Я вас слушаю, капитан. У меня к вам деликатная просьба. Пойдемте. Пойдемте. Я скоро буду. Женя, Женечка, малыш, а чего же ты не спишь? Лай-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Придет серенький волчок. Схватит жизнь. Разрешите войти, дамы. Войдите. Зина, тут такое дело. В общем, я буду переводить. Возди, Жах. Дорогая Зина. В мое сердце поселилась любовь. Возвращение. С того момента, как я тебя увидел, я потерял покой. После войны, я хочу пригласить тебя во Францию. В Провенце, в свой город Динь. Я познакомлю тебя с родителями, с младшей сестрой. Зина. Выходи за меня, за него замуж. Уйдите! Зина! Выходите! Выходите из палатки, я сказала. Ты что? Ты что, моя родная? Сейчас, Жерар. Сейчас дам тебе наш сырье. Ти-ти-ти. Ты что? Ты что, с ума сошла? Что я сделал не так? Вообще-то, всё. В смысле? Тебе не понять, Жерар. Ну, не обращай внимания. Ты всё сделал правильно. Это я поступил опрометчиво, как мальчишка. Так, что же мне сейчас делать? Ждать. Всё хорошо, Жерар. Поверь мне. Что ж, как-то прогуляюсь. Ну что, выступил в роли Свата? Да выступил. Теперь придётся выступить в роли стукача. Я обязан доложить Максимову, а значит, Зинка не в Париж поедет, а в места отдалённые за связь с иностранцем. Ты что? Серьёзно? Конечно, серьёзно. Я командир, советский человек. Обязан. Да погоди, докладывать. Француз завтра в бой, а там… Ладно, не каркай. Капитан, за карты распишитесь. Сулейман, внуку пойдём проверим. Метеословку. Давай-давай, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я был у тебя там. На могиле. Там была надпись «Евгения Дементьева». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, буду долго жить. Я никогда не мог поверить, что тебя нет. Я тебя никогда не увижу. Ну, понимаешь, это надпись. А что это меняет? Почему главное в этой жизни – это оправдаться? Что меняет оправдание? Сделано, сделано. Да, сделано, сделано. Да, сделано, сделано. Но что же мы теперь? Я не могу без тебя. Я на тебя смотрю и понимаю, как сильно я тебя люблю. Я смотрю на тебя и понимаю, я так сильно тебя люблю. И что? Ну, ничего. У тебя с Поливановой… Женечка… Вот и все. Вот и все. Илюша, ты такой порядочный человек. Женечка… Неужели ты не понимаешь, что ты этой женщине теперь должен? И это никуда не уйдет из нашей жизни. Понимаешь? Ни-ку-да. Это тупик. Тупик. Ну, я тебя искал. Ты меня нашла. Мы оба живы, понимаешь? Я не смогу. Мы живы с тобой. Я не смогу. Я не смогу. Я не смогу. Я не смогу, правда. Я правда. Я дура, может быть. Я не смогу. Я не смогу. Что же делать? Что же делать? Так что вот, братцы, окромя чечетки, ничего ведь и не умел. А я, хлопцы, як не вмею, так и не вмею. Как картошка, хлопцы? Приятного аппетита. Дякую ему дякую. А зараз, шановни, слово надается лейтенанту Рубену Гамлетовичу. Просим. Вот когда мы такие же, как вы, зеленые, пришли сюда, товарищ герой Советского Союза Леонид Шугаев сказал нам, надо навязать противнику победную тактику, чтобы он сразу знал, мы в воздухе главные. А это как? Сейчас я тебе объясню. Выливинку, шановный, можно я скажу? Слово предоставляется лейтенанту Микола Скиба. Все дуже просто, хлопцы. Перемога повинна бути в сердце. Знаю, хлопцей, треба летати. И тогда в небе ничего не страшно, ніяк и падло вас не извлекает. Взразумило? Да. Командир! Ой! Сидите, сидите, ребят. Молодцы дела, говорите. Сдолжайте. Такое шановное. У летчика главные три вещи. Три. Первое – любовь к самолету. Да. Второе – любовь к родине. Третье – любовь к матери. Три. Разума. Извините. Разума. Каким-то разума. Ан Chapel У мед nervous. В целом, из-за света было расп Вам, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА